На улице не останутся. Все жители поврежденной пятиэтажки по улице Славинской осенью получат свои обновленные квартиры. Работы по восстановлению подъезда, верхние этажи которого разрушило взрывом бытового газа, уже начались. Тема ремонта пострадавшей при ЧП пятиэтажки – один из вопросов, который подняли горожане на личном приеме у мэра города Евгения Первышева. Моя коллега Александра Жирова сегодня побывала в том самом доме по Славинской и посмотрела, как там обстоят дела. Режим ЧС в этом подъезде держит четвертый месяц. Сейчас люди уже отошли от того жуткого утра 10 марта. Тогда эта часть дома, как вспоминает Карина Янгибарян, сначала, казалось, подпрыгнула, а затем развалилась. Вот разорванные трубы канализационные в открытом доступе. Можно увидеть, какой силы был взрыв. Тут у нас, пожалуйста, можем приподнять эту дверцу, можете заснять, как вырвало люк канализационный, куда его вынесло. То есть взрыв был очень сильный. Собственно, с 10 марта подъезд нежилой. Посторонних внутрь не пускают, поэтому мало кто видел, что стало с квартирами внутри после взрыва. Наша съемочная группа сегодня смогла на это посмотреть. И вот, гляньте, например, отверстие в межкомнатной двери. Его проделал дверной глазок, который вылетел из двери входной от взрывной волны. Между прочим, расстояние через прихожую здесь минимум 2,5 метра. Трое пострадавших соседей, отец и двое сыновей, к счастью, уже давно пошли на поправку, рассказывает Корене. А в последнюю неделю июня в подъезде начались долгожданные восстановительные работы. Точнее, на подъезде. Отстраивать заново нужно сразу два этажа, поэтому рабочие ходят по перекрытиям между третьим и временно несуществующим четвертым этажами, как по крыше. Сюда же подняли завезенные стройматериалы. Корене внимательно наблюдает за происходящим. Женщина – председатель совета дома. Прежде на ней были текущие житейские вопросы. Ремонт, субботники, собрание жильцов. А потом вот свалилась ЧП в пятиэтажке. Женщина постоянно на связи с администрацией, инспекторами и остальными жильцами. Все вопросы о том, как складывается ситуация с восстановлением, люди из пострадавшего подъезда первым делом задают ей. Открыт счет специальный для пожертвования, может найдутся средства, чтобы сделать людям ремонт хоть какую-то, хоть причастовую отделку, потому что, естественно, в такую квартиру, как вы сейчас видели, невозможно зайти и жить там. В этот раз часть вопросов Корене и ее соседка Елена пришли задать главе Краснодара на приеме граждан. Говорят, очень благодарны за всю помощь, которую оказали городские власти. Безопасность на первом месте, качество и безопасность. Мы даже готовы, даже дело не в скорости, мы готовы подождать, но чтобы этот финал был действительно качественным и мы были спокойны. Другой момент – временное жилье. Сейчас все, у кого взрыв повредил квартиры, бесплатно живут в гостинице. И она будет в распоряжении у людей столько, сколько нужно, заверил женщин Евгений Первышев. Дом будет восстановлен в кратчайшие сроки. Жители, которые расселены у нас в гостинице, будут до полного восстановления и будут жить. То есть у нас есть возможность в этой части непосредственно финансировать в рамках ЧАЭС именно это проживание. Нет, в сентябре коробку выгнать получится. Коробку выгнать, понятно. Потом еще нужно газовиков заводить, электриков, сантехников, внутренних работ, отделочных приличных. Вообще не переживаю, что дом будет восстановлен. Я бы на вашем месте тоже не сомневался. Потерпеть еще чуть-чуть. Назад получите уже новую квартиру. Кроме строительства двух этажей, в подъезде предстоит еще и капитальный ремонт. Деньги на него также собирают через боготворительный счет. Уже собрали больше миллиона рублей. Средства продолжают поступать. Их могут перечислить все желающие. Работы, чтобы дом после взрыва стал как новый, набирают обороты. Главная задача – восстановить пострадавший подъезд по Славянской 75 до середины осени. Александра Жирова, Иван Жалнин и Антон Багринцев. Телекомпания «Краснодар». Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!